Ненужен им берег Турецкий и Африка им не нужна в России. Становится модным отдыхать в интерьерах средневековой глубинки. Из Великого Новгорода в Ивангород это крепость на границе с Эстонией. На два дня ездят за 5000 рублей. Еще ближе и дешевле Псковщина, а на западе озера Ильмень – Старая Русса. Пушкинские горы, ближайший глубинный тур. Фестиваль княжья Брачина, который будет проходить в Старой Руссе в августе. Мероприятия с фолк-музыкой, с ратными дружинами. Вот, пожалуйста, это интересно, это недорого. Такие туры пользуются спросом. Сервис пока еще не европейский, но уже и не советский. В Великом Новгороде, где даже аэропорта нет, стали замечать иностранных туристов. Пока в основном из Китая. Они смотрят старинное деревянное и каменное зодчество, ремесла. Но уже скоро Новгород может стать еще и местом индустриального туризма. В первую очередь смотрим, куда наступаем, куда идем. Сталкер Владимир Юдин советует сперва смотреть под ноги, а уже потом на красоту Великого Новгорода. Его он показывает с высоты крыш заброшенных предприятий. Это стартап. С собой Владимир берет пока только местных краеведов. Мы проникли на бывший завод железобетонных конструкций. В самом городе мы нашли более 60 объектов. И еще много объектов закрытых. Если открыть эти объекты для общего доступа, то объявятся вандалы, которые просто-напросто разворуют, разграбят и обезусторят этот объект. Цеха брошенных предприятий, в общем, сохранились. Рядом с граффити советские памятки и агитки. Но чтобы эти руины можно было легально показывать туристам, надо заключить договор со страховой компанией. Много сокровищ находятся непосредственно в самих городах. Это, допустим, опять же, какие-то заброшенные заводы, опять же, убежища различные, усадьбы. Много надо решить организационных вопросов по поводу, в первую очередь, безопасности. Во-вторых, это привлечение непосредственно самой целевой аудитории. Промышленные маршруты находят через социальные сети. Там же объявление о более традиционном, но тоже экстремальном виде отдыха. Охоте в поле можно выйти с подружейной собакой, как это делали больше века назад. Все точь-в-точь, как у Толстого в романе «Анна Каренина». Сезон охоты с леговой собакой с конца июля до середины ноября. Это не промысловое, а именно эстетическое занятие охоты. Не столько ради добычи, сколько ради созерцания работы собаки. Этот момент, который, пресловутая такая фраза, заставляет биться сердце сильнее. Именно в тот момент, когда собака находит птицу и делает стойку. Потому что подходишь, понимаешь, что там кто-то сидит, готовишься к выстрелу. И вот эти моменты, они, конечно же, завораживают. Именно завораживают. И люди снова и снова готовы приезжать и охотиться. Этот вид туризма для избранных тех, кому врачи и полицейские разрешили владеть оружием. Таких немного в масштабах страны и даже в соседних сновгородской областях. Большинству остается выбирать между отечественным и средиземным морями. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Новгородская область.